Платье для музы Платье для музы По картинам английского художника Джеймса Уистлера В городе Лондоне, в одной богатой семье, жила-была девочка. Звали её Сесиль. Она была взросленькой и уже училась. Правда, не в школе. Учителя приходили к ней домой. Занятия начинались рано утром. Рисование, чтение, французский язык. Но больше всего Сесиль нравилось пение. И ещё фортепиано. Наверное, от того, что эти уроки вела добрая мисс Реври. Всё у неё напоминало забавную игру. И самое интересное всегда было в конце урока. Вот и сейчас учительница играла мелодию. А Сесиль должна была угадать, кого она изображает. Вот важная леди в чёрном платье. В чёрных перчатках, на плечах дорогие меха, пушистые-пушистые. Должно быть, она собирается куда-нибудь в гости. А эта лёгкая, как лучик, девушка-танцовщица прыгает на скакалочке. Тарам-парам-пам-пам. Так под каждую мелодию можно кого-нибудь подобрать, улыбалась Сесиль. Конечно, есть мелодии, которые будят в людях настроения. И у каждой из них словно бы своё платье. Кому оно впору, того и мелодия. А ну-ка, угадай эту. Ммм, наверное, это какая-то красивая восточная принцесса, подумав, сказала девочка. — Замечательно. Но есть мелодии волшебные, из тех, что будет в человеке мечту. А вы умеете такие играть? — Попробую, — ответила учительница. И заиграла такую красивую, такую плавную, золотистую мелодию, что Сесиль прикрыла глаза и некоторое время буквально плыла на волнах музыки. Это похоже на море, в котором живёт солнышко. Улыбаясь, произнесла Сесиль. — Ты мечтаешь о море? — Ну, не совсем, — смутилась девочка. — Я вообще-то мечтаю, чтобы дядя Томас, мамин брат, разрешил мне хотя бы раз подняться на корабль. У него есть большой красивый парусник. Только он смеётся надо мной и говорит, что девчонкам на корабле делать нечего. — Ничего. Может, когда-нибудь ты и правда поплывёшь на корабле и увидишь своё солнечное море. А дядя Томас будет махать тебе рукой с берега. Девочка серьёзно посмотрела на учительницу. — Вы в самом деле так думаете? Мисс Ревери пожаловала плечами. — Я просто желаю тебе этого. Искренне, от всего сердца. Урок закончился, учительница уже уходила. А Сесиль всё не могла забыть той мелодии. Она взяла альбом с нотами в надежде найти знакомые звуки. Но мисс Ревери только улыбнулась. — Её там нет, Сесиль, не ищи. Это мелодия твоей мечты. Её нет ни в одном альбоме. — Как же вы её тогда играли? — Просто угадала. Всё будет хорошо, вот увидишь. Со времени того разговора прошло несколько лет. Сесиль выросла, расцвела и стала прекрасной девушкой. Но она помнила слова доброй учительницы и эту золотистую мелодию. Ведь они коснулись самого главного в жизни, её мечты, которая всё ещё казалась далёкой и несбыточной. Родители считали это пустым капризом. Надо быть серьёзней, пора думать о семье, о будущем, говорили о них. Единственным утешением для бедной девушки были короткие прогулки по набережной реки Темзы под строгим присмотром мамы или тёти. Конечно, Темза была очень красивой, особенно вечерами, когда загорались огни. Но откуда-то издалека взвалу тёплое солнечное море. На Рождество Сесиль даже загадала желание. Успела шепнуть его, пока падала праздничная ракета. Теперь это всё должно непременно сбыться. И вот однажды, возвращаясь домой, девушка заметила, что в их доме, в парадной зале, горит свет. Должно быть, опять приехала какая-то важная особа с очередным ужасно знатным и ужасно скучным женихом. А на улице было чудо, как хорошо. Домой идти совершенно не хотелось. Девушка задержалась на крыльце, и тут ей снова вспомнилась золотистая мелодия. На душе сразу посветлело, и сердце радостно забилось в добром предчувствии. Когда Сесиль вошла, в гостиной её дожидалась какая-то незнакомая дама. «Я Муза», — представилась она. Девушка уловила знакомые нотки в её голосе. «Я хотела бы заказать бальное платье. У меня завтра бал, и мне надо удивить гостей». «Но, мисс, я не шью платье», — возразила Сесиль. «Как?» «Мне посоветовала обратиться к вам, мисс Ревель. Неужели у вас не найдётся хорошего музыкального платья?» «Музыкального?» «Конечно, музыкального. Я Муза и другого не ношу. Слышите, как звучит это? Очень, очень скромно. Хочу что-то новое, яркое». Сесиль улыбнулась. Голос гостей очень напоминал голос учительницы. Она подошла к фортепиано и заиграла одну восточную мелодию, которую выучила совсем недавно. И вдруг гости преобразилось. Вскружились и замерли в воздушном жесте легкие узорчатые шелка. Над головой распустил весёлые оранжевые лучи бумажный зонтик. «Прекрасно! Я забираю это для солнечного бала. Он будет днём», — сказала Муза. «Но что я одену вечером?» «Может, вам подойдёт ноктюр?» «Такую музыку обычно играют вечерами». И пальчики Сесиль снова запорхали над клавишами. Платье дамы засеребрилось, запенилось и стало белоснежным, атласным, кружевным, с тонким розовым отливом. «Спасибо! Спасибо тебе, Сесиль!» Воскликнула Муза и, чуть улыбнувшись, добавила. «Ты не забыла мои уроки! И, насколько я знаю, мечта твоя осталась прежней. Так пусть же она сбудется!» И с этими словами гости куда-то исчез. Словно бы её и не было, только ноктюрно всё ещё звучало, хотя изумлённая Сесиль перестала играть. А чудеса продолжались. В тот же вечер мама сообщила ей, что пришло письмо от дяди Томса. Он приглашает Сесиль в путешествие по настоящему морю. И уже завтра в порту её будет ждать корабль. Счастливая Сесиль уснула только под утром. Всю ночь она думала о предстоящем путешествии, о море, о корабле и, конечно, о музыке. А утром её действительно ждал корабль. Тот самый, на который она так хотела взойти, в детстве. Сам дядюшка Томас проводил её на борт. Правда, река Темза почти вся была покрыта льдом. «Как же мы поплывём?» – огорчилась Сесиль. «Здесь есть канал для судов», – успокоил её дядя. «Дальше, к югу, льда и вовсе нет. Там тепло, и солнышко чаще выглядывает из-за тучи». Они поплыли. Лёд скоро кончился. Рядом по изумрудной глади скользили величавые парусники. Было очень красиво. Только небо немного хмурилось. И тогда Сесиль стала напевать свою золотистую мелодию. И вдруг всё вокруг стало меняться. Небо прояснилось, и Сесиль увидела залив, весь наполненный солнечным светом, совсем как в её детстве. Прозвучала сказка «Платье для музы» из сборника Александра Калинкина «Сказки на время». Текст читала Ирина Калинкина. Сборник «Сказки на время» можно приобрести в любом русскоязычном интернет-магазине. Если вам понравилось видео, расскажите об этом в комментариях или просто поставьте лайк. Хотите послушать другие сказки? Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Каждую неделю в четверг вас ждёт встреча с новой сказкой. Оставайтесь с нами. До новых встреч!